Это новость об Украине. В студии работает Дарья Вершилинко. Здравствуйте. Давление на Москву усиливается. Украина, Черногория, Албания, Норвегия и Грузия продлили санкции против России из-за аннексии Крымского полуострова. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, сообщает пресс-служба представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерико Маггерини. Напомню, в июне Европейский совет продлил ограничительные меры в отношении РФ еще на год. Руководители украинских госкомпаний будут избираться тайным голосованием девяти министров. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубев. По его мнению, это снизит риски кадровых ошибок и поможет нейтрализовать политическое влияние заинтересованных чиновников на решение комитета. Новое введение вступит в силу осенью этого года. Огнемет и гранаты. Укроборонпром показал новое термобарическое оружие. Эта разработка уничтожает противника благодаря высокотемпературному импульсу при взрыве. Он сопровождается резким перепадом давления. Такая температура позволяет уничтожать не только живую силу противника, но и выводить из строя легкобронированную технику. Новинка прошла успешное испытание. Азиатские инвестиции для украинских стартапов в своей разработке в сфере энергетики, медицины и IT презентовали молодые ученые на пятом Украино-Корейском экономическом форуме. Уникальные изобретения украинских инженеров видела и наша съемочная группа. Модуль представляет собой параболическое зеркало. Свет, попадая на зеркало, отражается и концентрируется на ресивера, через который проходит теплоноситель. И так солнечное тепло концентрируется и собирается на ресиверах, и дальше переходит в систему, где оно может сохраняться. Инженер Николай Христенко презентует стартап в области альтернативной энергетики. Эта разработка, уверяет Николай, позволит существенно сократить расходы на производство электроэнергии. Можно производить эти модули и строить станции, которые будут вырабатывать тепловую энергию стоимостью порядка одного цента за киловатт тепловой энергии и порядка 18 центов за киловатт электрической энергии. Корейцы уже заинтересовались разработкой. Сейчас идет анализ проекта. Посол Республики Корея в Украине Ли Ян Гу по-восточному сдержан и планов сотрудничества не раскрывает. Пока у нас объем инвестиций очень скромный. Но сейчас ряд инвестиций в проект под дискуссией. Если этот проект получается, тогда сумма инвестиций резко поднимается. Среди сотни высокотехнологических иностранных компаний, работающих в Украине, лишь одна корейская Samsung. Первый вице-премьер Степан Кубев подчеркнул, Украина заинтересована в совместных проектах и очертил наиболее перспективные направления сотрудничества. Мы можем создавать общие металлургические и машиностроительные предприятия на базе инновационно-инвестиционных проектов, создавать научно-исследовательские центры, где объединится корейский опыт высоких технологий и знания украинских специалистов-инженеров. На форуме также обговорили перспективы военно-технического сотрудничества двух стран. Сегодня Украина как никогда имеет возможность испытывать военные технологии, к сожалению, защищая свою независимость. Это касается также и киберпространства. И тут мы должны вспомнить опыт Южной Кореи, потому что, к сожалению, и у этой страны есть сосед, в планах которого разрушить существование государственности в Республике Корея. Перспективными иностранные инвесторы также считают аграрный, туристический и логистический рынки в Украине. Татьяна Блинова, Игорь Каркадым, ЮЭТВ. Румыния не пустила самолет с вице-премьером правительства России на свою территорию. Молдова неоднократно призывала Москву воздерживаться от участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. Несмотря на это, Дмитрий Рогозин полетел в страну по приглашению президента Игоря Дадона. Самолет развернули над территорией Венгрии и отправили в Беларусь. Из Минска в Россию Рогозин вернулся регулярным рейсом и разразился гневным твитом в адрес правительства Румынии. В фонтанах обещают не купаться, а праздновать будут на базе 25-й бригады, что в Гвардейске. Высокомобильным десантным войскам Украины на днях исполняется четверть века. Командование отмечает, что за время войны советского пережитка ВДВ превратились в мощный здоровый механизм, закаленный боями. С 2014 года семеро десантников удостоились высокого звания героев страны. Среди них и нынешний командующий войсками Михаил Забродский. Утверждает сейчас украинские ВДВшники по своей подготовке ничем не уступают коллегам из НАТО. Все, в чем мы продолжаем им уступать, это уровень оснащения, возможно, уровень денежного обеспечения. В основном, особенно в боевом опыте, мы их даже превосходим. Они не скрывают, что приезжая сюда с тренировочными миссиями пытаются перенять наши навыки и умения, почерпнуть для себя те моменты, о которых нельзя прочесть в учебниках. Львовские военные готовятся к играм непокоренных в Торонто. Это международные соревнования, установленные принцем Гарри для армейцев, которые получили травмы и ранения. Турнир состоится в конце сентября. Объединит порядка 500 бойцов из разных стран. Впервые будет участвовать и Украина. Трое львовян попали в основной состав национальной сборной. Накануне они оттачивали мастерство по стрельбе из лука. Все желающие могли наблюдать за тренировкой. Мышцы после тренировок болят, но это приятная боль. Боль от спорта, от любимого дела, которым ты занимаешься. Забываешь о своих травмах. Всемирный день борьбы с гепатитом украинцы отметили анализами. В каждом областном центре были установлены мобильные амбулатории. Там абсолютно бесплатно и анонимно можно протестироваться на гепатит С и получить всю необходимую информацию о профилактике и борьбе с заболеванием. В одном из таких пунктов побывала наша Маргарита Стыцюк. Она все расскажет. Тестом на наличие гепатита вируса гепатита С. Тестирование добровольное. Поэтому в любой момент вы можете отказаться. Но обычно не отказываются. Скажите, вы проходили когда-нибудь тестирование за последние 6 месяцев? Да, проходила. Такие тесты Елена проходит каждые полгода. Даже несмотря на свой здоровый образ жизни, как известно, профилактика – лучшее лечение. Такие психологи в мобильной амбулатории есть. Ольга Гришина с больными гепатитом работает уже несколько лет. Основная ее задача – мотивировать человека приступить к немедленному лечению. В частности, я и вообще в командах, когда я психолог, мотивируют на то, что человек действительно должен пройти обследование, стать на учет и приступить к лечению. Чем раньше он начнет лечиться, тем лучше исход у лечения. Гепатит – это воспаление печени, вызванное вирусной инфекцией. Медики насчитывают несколько форм заболевания. Передается половым путем или через кровь. Еще несколько лет назад гепатит С считался неизлечимым. Однако, благодаря новым медикаментам, избавиться от недуга можно в 97% случаев. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 2 миллионов украинцев инфицированы гепатитом С. Болезнь опасна и тем, что на ранних стадиях протекает практически без симптомов. Лечение является только медикаментозным, травками, заговорами и прочими несерьезными вещами. Вылечить гепатит С невозможно. Лечение длительное. Вам лучше сейчас новые препараты поступили прямого действия. Поэтому сейчас я не скажу. Но около трех месяцев, от трех месяцев до полугода. Избавиться от недуга в Украине можно как бесплатно по государственной программе, так и в частных клиниках. Во втором случае стоимость полного курса лечения составит около 900 долларов. Маргарита Стетюк, Александр Бугай, ЮЭй ТВ. Уже готовим итоговый выпуск новостей. Оставайтесь с ЮЭй ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова